Ваишнавы, спасибо всем огромное за то, что вы пришли, доехали. Что я хотела сказать? Ну, в общем, я вас всех очень люблю. Не знаю, буду ли мне это снимать на камеру, но он уже снимает. Я очень счастлива, Харик Вишна, что сегодня многие предные, очень которые дороги моему сердцу, они проявились. Я уже чувствую разлуку со всеми вами, потому что фактически это предпоследняя Харинамана, на которой я буду, похоже, перед отъездом. Очень радуюсь, что Камаланги сюда приехала, наша сестра духовная, тоже служит на Харинаме, миссии с анкентами. Ну, я не хотела долго затягивать сегодня, потому что мы уже и так все затянули. Я уже чувствую, что че-че-радущие масонды ранее уже нетерпений, когда начнется киртом. Хотела сказать, что святое имя важно повторять в настроении служения. И вообще вот это настроение служения — это двери фактически в обретении милости Шимати Радарани, в обретении милости духовного учителя. Ни в одних отношениях с Богом невозможно находиться без этого настроения служения. Потому что вступить в отношения с той Личностью, которая выше нас, да? А Кришна выше всех фактически. Возможно только при том условии, если мы начнем служить этой Личности. Вот. Таково наше вечное положение. И также для нас сегодня святое имя — это сам Кришна, это рада и Кришна вместе, это сам Гуранга. И для нас святое имя — это объект поклонения сегодня. И если мы будем сегодня стараться повторять святое имя в настроении служения, тогда Кришна, он очень сильно нам ответит, я надеюсь. Потому что он отвечает всегда в соответствии с нашим желанием ему служить в той или иной степени. И отвечает он, как он сам говорит в Бхагаудгите, таким образом, что он увеличивает нашу преданность ему. То есть мы получаем бхакти в ответ на вот это желание служить Кришне. Поэтому важно не просто бездумно сегодня что-то делать, передвигать ногами, махать руками, не повторять святое имя, да, или играть на музыкальных инструментах. Не просто бездумно это делать, а делать это в настроении и на служение, быть благодарными Кришне, Гуру Деву за то, что он позволяет нам продолжать это делать. И просить их о том, чтобы они позволили нам продолжать просто это делать, на самом деле, и делать это лучше. Как можно лучше. То есть мы должны сегодня из своего сердца достать это желание служить. И я хотела просто небольшой опрос у вас сегодня провести. Что для вас значит воспевать святое имя, настроение служения? О чем вы будете думать? Бхария Кришне, как я делаю в очнаводность. Как это? Ну, лично для меня это планирование, пометование. То есть я планирую на завтра, на какой-то короткий промежуток, да, на свою жизнь. И туда помещаю, стараясь поместить в центр Господа своего сердца. И пометую также о том, каково это было, да, и каково было это сладостное чувство унестить. Опыт. Где-то там в подпрощенном пространстве. Есть ли это? Все поняли, да? Что-нибудь? Просто хотелось добавить. У меня мысль пришла с воздуха. Я решила ответить сама на свой вопрос. Я просто измышляла над этим. Не могла понять, а что для меня вообще такое вот. Успевать настроение служения. А вот это, похоже, означает то, что мы отказываемся от позиции наслаждающегося, да? Мы не думаем о себе во время вот этой хоринамы, да? То, что «А как мне вот сегодня будет хорошо, да? Мне здесь сейчас вообще комфортно, некомфортно, да? Вот как вообще Киртон, мне нравится, не нравится, да? А как этот предный себя повел? А как этот, да? Ну, такие мысли тоже бывают. Ну, то есть мы должны не думать о себе фактически. Потому что настроение жителей Бриндауны – это настроение полного самопожертвования. Они вообще не думают о себе. И это и есть настоящее, на мой взгляд, настроение у нас слуг. Слуг Кришны, слуг святого имени. То есть помните о Кришне, думать о том, как доставить Ему удовольствие. Даже на нашем уровне, по крайней мере, как доставить удовольствие Гуру Део, да? Сегодня своими действиями, своими мыслями, своим поведением, да? Танцами для Кришны. И объект нашей медитации также сегодня – это очень радость Масутера. Они опять с нами. Это очень большая удача. Скоро они поедут опять во Вриндаван. Хотя они всегда там. Они вечно там. Они не покидают Вриндаван. Но так или иначе, видите, они по милости своей путешествуют и проявляют Вриндаван везде, где бы они ни находились. Поэтому фактически у нас уже Вриндаван. И давайте будем сегодня медитировать на вот это бескорыстное служение и самопожертвование жителей Вриндавана в служении святого имени. Согласны? Да. Согласны? Да. Согласны? Да. Согласны? Вриндаван. 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 Вриндаван.